Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 Так, сетку я добавлю, а, нет, сетку я еще не полностью во все направления добавил. Все, теперь добавил я сетку, короче. Так, ну что, лишнее закрою. Сейчас мне. Так, заходит много кто в сеть, смотрю я. Сейчас приду, ребят, я через пару секунд водички наберу, что-то водички хочется налить и вернусь к вам. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Здарова всем, ребят! Поспать я сегодня решил не стримить этот... Русбрейнкап. Вот. Блин. И то разбудили, короче. Не смог поспать сколько смог вообще-вообще. Короче, сейчас чек-ин там будет все дела. Я сейчас сетку сделаю через пару минут, вообще-то. И это очень хорошо, потому что пора бы начинать. Вообще, мне там дома Маша заболела и... Надо будет продуктов мне идти покупать. Заранее это было сделать, короче. Спасибо. 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 Письмо. Письмо пришло. Break is build. А вот сюда появилась для сетки хреновина. И сейчас будет сетка скоро, в общем-то. Кто из наших есть, давайте посмотрим пока что-ли, я не знаю. А то что делать-то здесь? Сидеть, просто тупить. Сейчас только текст возьму. Рамчик, смотрю, тут сразу появляется. Бывает, есть. Браток. Каз control. Култи. Култи. Опять играет что-ли. Экзо страйк, так холли, а за холли спален. Короче, здесь есть. Но гос хелл. Много хелл рейзер, много. Много шпаст. Каз. Элз играет. Посмотрю, интересно. А далее, кто у нас? Мистер Киллс, Неразим. Ваня. В общем, достаточно много народа. Нужно даже сетку только нам сейчас. А вот, кажется, и сетка подъехала у нас здесь. Так, смотрим. Сейчас я в батле посмотрю, что говорят. Все, брекет и зап. Да, эта сетка, значит, уже актуальна она. Откуда она делась-то? Откуда она? Я закрыл, я чуть не понял. А вот она. Что-то я ниже. Фолинджер, Каспер, Контрол у нас здесь. Что? Култинер. О, ничего себе народу-то. Смотрите-ка, полностью. Ну, то есть. 64 человека, 1,32. Полностью забита, но без пар, которые дальше стоят. У Гублая сразу какой-то кореец попадается. White Hand. Кто это, я не знаю. Давайте глянем. Я, наверное, к Гублаю-то и пойду, короче. Вот какой-то White Hand, в принципе. Может какой-то Smooth, я не знаю. Или просто неизвестный чел. Так, смотрю, Гублая. Да, Гублая против корейца надо. Помню, что задержка стоит. Сейчас надо свет вырубить что-то, что он заселил. И темно как-то стало. Чарлик, ты что заходишь такой? Наски, пожалуй, родители. Ну, ждем пока Блая дуплится. Короче, будем к нему врываться, соответственно. Так, сетку открою, сюда повешу, чтобы у меня все время она была видна. Так, дальше, кстати, тут Милкая у меня Блая сетка. Не жесткая идет такая, смотрю, ну. Браток Блая сетки точно находится. Ну, тут есть еще сортов с Братком. Раньше он будет играть. Какие-то корейцы, Cest Bond. Кто это вообще такие? Я даже не знаю. Чего это за корейцы такие? Что с LZ? Он в сетке. А, может он... А, может он... Кстати, LZ что-то... ... Ну, походу, нет. Он не зачекнился, потому что... И вообще он вышел. Вообще он вышел из сети, но написано было. Значит, он не будет. Ну... Ну... Ну, походу. Поехали. Уй. Походу. Ум... 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 Так, Киллз против Холл Рейдера, где-то еще такое видишь. А, да, Мистер Киллз. Ну, это PvP нафиг, короче. Это потом. Это потом. Все матчи одновременно не пора стримить, к сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, завтра в Ardivickly, кстати. У нас плей-офф. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, что-то долго очень не начинаю. А, ну, Наруто подождали. Ну, давайте подождем. Почему бы и нет. Так, все обновили мы везде. Здарова всем, ребята. У нас воскресенье сегодня. Блин, вчера был на дне рождения, короче. Блин, просто 8 утра спать лег. Почти, ну, чуть пораньше, чем 8 в полвосьмого, может. Ну, решил поспать сегодня, не стримить к Русбрайнкап. Но в итоге просто меня разбудили. Все равно я не стал стримить. Что-то в Fallout немножко побегал. Ну, да, вот глухой СК, думаю, постремлю сейчас полностью и хорош. Русбрайнкап скоро финал, а тем более будут, поэтому там лучше постремить. Без понятия, кто такой WhiteHunt, ребята, я, ну, какой-то игрок потом. Все, овер, вперед полетел. Все, вперед летит. Активно здесь вообще двигается. Так, я посмотрю. Ну, что, здесь у нас 17-я хата у Пула. 17-я хата газ-пул, я так понимаю. Пошел газ. Пока не делай, скорее испытает минеральную линию подхарасить пробочкой. Ну, чуть-чуть понапрягал. Лайфул ставит. Ну, в общем-то, было все нормально здесь. Корейцы. Кстати говоря, Лонгейда с них с кибернетчика бил. Пока достаточно четко, что он делает это, как посмотрел кореец. Лак, говорит, а что лак? Здорово всем. Нет, записи не было. С каким прошедшим-то? С каким прошедшим-то, я могу? Это не меня, а с прошедшим. Ну что, Блайя построил. Он 6 собак. Ну, тогда Блайя всегда любитель построить много лингов, блин. Кстати, кореец не ездил, сколько именно Блайя построил, что интересно. Пробку минуснул в итоге. Идут инъекции по чуть-чуть. Здесь у нас Старгейт на второй Блайя, там с собаками сбоку что-то оббегать пытается. Адепт, он вперед, кстати, не пошел Блайя, он не Блайя, а Кротис корейский. И он ждет здесь лингов, ждал. Вот 4 на мейн забегают сейчас. Смогут они тут покусать что-нибудь? Ну, покусать они смогут. Вот еще 2 на второй базе тут прибежали, как я посмотрел. Так, Тареис не реагирует на Блайя врыв этот, хотя достаточно быстро потом среагировал уже. Блайя 2 пробки сгрыз здесь. У нас в дальней базе на второй. Интересно, что через Фениксов начинает, не через Зарапулов вообще. Сразу же, а сейчас как-то актуально отстал билд через Фениксов вообще. Блайя 2 использует агрессивные стратегии, как он так все время играл. Изначально. Есть игроки, которые предпочитают агрессивные стратегии, а есть игроки, которые предпочитают не агрессивные стратегии. Есть смут, который, блин, сидит все время до конца уже, когда проиграл. Блин, надо выйти и убить. Там у многих европейцев такое есть. На самом деле, он всегда нужен баланс грамотный между агрессией и там сидеть. Блайя, он старый чизерок. Он еще и злого так играл. Не знаю, как он в Варкрафте играл. Так, в Старкрафте Блайя всегда так играл. Фениксы уже напрягают. Королеву не стал. Надо, блин, на этот. Нужно в спорок ставить Блайя, что ли? Он чистыми королевами хочет отгонять этих фениксов. Да, я ему вырубил моего на день рождения. Посидели. Немного вчера. Открыл гейт Иван и танк. Вообще, я, честно говоря, не понимаю, что он делает. Робо тут третий. Хотя, третий них есть робо. Фениксами летает. Что тут контролят? Блайя, собаками бегает. Будут у него гидроден какой-нибудь. Лэйр уже есть у Блайя. Соплай блока нет у Блайя. Ну, пока не спеши к Блайя ничего вообще делать. Здесь все прикрыто. Там батарейка стоит. Да, стенка, конечно, у корицы получилась. Просто... Поставь-то въем кибератку. Можно было вниз просто поставить. Чуть-чуть ниже. И все. Она бы стеночку сделала бы. Купятся ролучие, Блайя. Собаками пока тут забегания всякие делают. Напрягают рабочих. Игра не остановлена. Фениксов 6, скорее всего. Игра возобновлена. Так, ну, Роуч вперед побежали. И здесь... Фениксы, конечно, они вообще не на позиции. То есть сейчас Блайя безнаказанно придет. И начнет третью базу просто унижать оппоненту, кто ему может. За рейс вообще не реагирует. Билд один проморгал. Да, если бы даже и поставил, чтобы это ему дало. Непонятно абсолютно. Надо Фениксами возвращаться. Но тут уже на третьей базе всех пробок фактически не досчитался. Скореец. 76, 141 по лимиту. Роуч очень много. Здесь Фениксов, ты улетать, что это сделать. Феникс тут один уже упал. Есть Трансьюзер, Блайя Оверов, там есть Трансьюзер. Еще один Феникс упал. Будет уже в лоб Блайк заходить, да? Да, должность. Так, это колосса минус нуль за зал. Надо дать проектировать, чтобы они колосса минус нуля. Второй вышел, но что колосса теперь они не вообще по раучу, не бьют много и колосса вообще. То есть по легким, да. Вообще вообще НГГ, ребята. Блай дальше идет. Это изи для Блайя просто. Сидел-сидел. Роуч и поднаклепал. Пришел, убил, в общем-то и все. Такие вот дела. Сейчас посмотрим, есть ли у Блайя оппонент. А, пока нет оппонента. Браток уже там победил своего соперника. Тоже ждет. Холленджер с пингвином там сверху бьется. О, не разим сламбо, кстати. Ай, не успел прыгнуть. Кашмиша, ничего-то ждет. Кас Денвер, кстати. Ничего себе, у него опасный оппонент сейчас, между прочим-то. В этой игре. Ну, тогда я иду к вам, как говорится. А Хеллрейзер мистер Киллоса убил уже. А Фолленджер пингвина, смотрите-ка, написано. Ничего себе, Фолленджер. Боец. Взял и выбил корейца просто. Просто взял и выбил корейца. Ну, бывает, что. Ну, все. Поехали. Кас Денвер, ребята. Поехали. Ну что, погнали, ребята. Каз, Денвер, карту. Карта у нас, как вы видите, катализатор. Как сыграет газ-барак. В рипера или не в рипера, не знаю пока. А у Денвера, и че я сребил, у него пул первый с мейна, и еще газ после пула. Заказан, то есть будут достаточно ранние собаки, и скорость-то достаточно ранняя будет. Тут Денвера, кстати, дроны с этими спилками. Близко она, с Кискин. Ну и хата пошла. Стандартно, стандартно. Заказан на королеву. Пока строится, надо, ну, надо бывать сейчас на скорость. Просто если бы газ раньше ставил, то скорость нужно было бы до королевы заказывать, получается. Поэтому билду Денвер, поэтому тайминг у него такой был, как вы сейчас видели. А у Касдак, газ-барак в рипера в ЦЦшечку, фактурку, естественно, будет. Все стандартно, абсолютно. Все, а у Касдак нет, цепа филомов. Так, снутри хата. Паш, третья, кстати, грехатка поперла. Ну, не самая ранняя она была, но, тем не менее, вот уже строится. Собаки прибежали, напрягаются, это потерял Касдак. Касдак, КСМ-ку сгрызли, как они умудрились. Трипер, ведь здесь где-то рядом было. Не понял я, как они умудрились, но Денвер очень сильный игрок. И он, что можно сказать. Сейчас он неплохо играл на некоторых турнирах, я его корейцев выиграл. Все, он может, на самом деле, очень хорошо сыграть, очень сильно. Вот, и кто здесь, мне сложно даже фаворита-то назвать. Кас здесь фаворит или Денвер фаворит. Я не знаю, ребят, если честно. Так, а здесь есть Динамейзер. Чуться на катализаторе. Я не знал, что на этой карте прыгать вообще можно. Прилетает, Рипер начинает стрелять. Ну, Денвер-то должен это знать, он обязан узнать. Рабочим Денвер на десяточку плюс и стабильно. Делается скорость овером, кстати говоря. Возможно, нет, ну, один овер тоже спасется, благодаря скорости этой. Но, может быть, какие-то дропы. Беллинг-бомб, сейчас будут подозрительно. Собаки заказаны, плюс Беллинг-нест. Уже готов практически. У Касса танчик, марики, медивак, 4 гелика и рипер. Я сейчас вперед езжусь, попытку понапрягать. Ну, с королевой нет никакого смысла перестреливаться еще. Так, танчик приехал, Касс рассиджил, здесь все, ну, как все, половину стенки прикрывает даже где-то примерно. В это время летит дроп на мейн, к которому Денвер будет готов, ведь он уже собаками туда пошел. Пару залпов геликами-то сделал по собакам и улетел вниз в итоге. Еще одна у Авера Касса. Ну, в общем-то, идет стандартная раскачка, в общем. У Денвера 60 дронов уже с лишним. 64 на 40, 4 на 20 рабочих у Зерга больше, чем у Тирана. 1-1 Денвер даже чуть раньше, чем Касса заказал. Вер делает, 2-2 успеет. Здесь как-то геликов, не понимаю, зачем Касса криво имя контролит, отдает всех на центре гелионов. Улетел только медивак голый, а ведь можно было сейчас, тем более он био играет, можно было армали сделать и хелл баттл затрансформировать, к примеру, с геликов, и пусть бы они там прикрывали спокойно абсолютно все. Касса криво имя контролит, отдает всех на центре геликов, плюс 2 барака, вот здесь указ, конечно, убого все, нагромождение зданий, то есть вот чтобы сюда попасть, на эту территорию, надо оббежать все, короче, ну это убожественное расположение зданий, на самом деле, надо за этим всегда следить, я не раз об этом говорил, но в принципе, как бы, это может ни на что и не повлиять. Так, с табачками Денвер тут в кассу дроп ловит, какой-то дроп нелепый, но он крип, видимо, подвычистить хочет, а крипа у Денвера, смотрите, крип туморов немного, но как он их тянет, смотрите, на восьмой минуте он уже половину карты пересек, в общем, тянет там по одному крип тумору, в общем. Какой Денвера, понял, Денвера, уступил, там, почти 380. 2-2, Зерк, раньше еще, короче, по грейдам вперед вышел Денвер, потому что у него 2-2 сразу заказались по готовности 1-1, а у касса Армори немножечко профтыкал, он с Армори, и она позже была заказана, чем грейды были 1-1 готовы, если она достроилась позже, чем 1-1 были готовы, заказана-то, конечно, она раньше была, но надо тайминг всегда четко чувствовать, что на половине день начинает строить, и-то она будет успевать. Стандартно, а здесь бейлинг-бомбы у нас сейчас будут, гидролинга-бейлинги у Денвера здесь дома, 4-я хата, его 70 дронов, пока больше дронов не добавляет, у него тут хайф добавляет, и гидры очень-очень много Денвер добавляет, сейчас бейлинг-бомбы полетят, а в это время касса что-то по центру двигается, выпиливает овера, выпиливает трип, очень повезло Мариком, тут касса улетела, один миги вообще еле живой, ну 167, 167, сейчас лимиты очень прям близки, ну и касс, мне кажется, сейчас на 2-2 может кто-то поактивничать, потому что у него к 200 лимит стремится, очень темпами высокими, у него 2-2, и тут один на танке будет, как бы танки вообще надо реализовывать, побыстрее, ну можно по центру, по-моему, просто спуститься, выйти, пройти вот сюда, как бы отменить эту строящуюся базу, занять 10 позиций, как-то и давить на вторую, например, танчиков аж 7 у кассы, танчиков аж 7 у кассы, танчиков аж 7 у кассы, идёт вперёд, гидру прогоняет, других юнитов прогоняет, надо засиджиться, рассиджиться, я не знаю, надо вперёд, как пойти через верх, касс решил всё-таки идти, не через низ, да, идёт через верх, или даже вообще с левой стороны, с самой левой, гидролинга-беллинга на 3-й базе, на бункер, атака идёт активная, а в это время бой, ооо, Денвер кассы на муве словил, ну как можно было здесь аккуратненько танчики передвигать вперёд, а здесь прийти к Денверу и просто рассиджить прям под зерга, куча-то свои танки, так что, блин, развалился в итоге. И потерять на этом стрёмном забегании, где осталось пару собак да пару беллингов, 20 с лишним рабочих, 23 касс умудряются к СМу потерять, танчики ближе куда шли, беллингов новых от Денвера нет, клан там в контратаку собрался уже идти, что ли? так, забегание на треть приходит, забегание реально большое, касс зачем-то рабочих не уводит, бросает их в бой, 14 в итоге потеряно, здесь 4 новейших, ну как новейших, уже пожили некоторое время они, опа, и здесь касс развалился, турмаргал ГГ, ребята, ну, аккуратнее пошел, если бы был касс, то было все нормально, но касс как-то невнимательно двигался, вы видите сами, так, ну что, сетку надо обновить, так, сорток идет, лайкосхел, кстати, можно зайти, ваня что-то ждет, браток сортов, это интерес тоже, ваня скулти, кстати, а потом ДНС, ваня скулти, ваня скулти, это интереснее versus, вы видите, ваня скулти, вот, здесь, Тан-тан уже набомбил. Игр он уже почти, не почти, он 400 игр уже сыграл. Титаны за что-то возьмём сюда, у него как плотно идёт. Я думаю, скоро и турниры можно будет играть, начинать. О, браток сортов, вот это надо. Надо сейчас Паше отписать. Это будет интересная заруба. А вот, всё я вижу, браток. Уже они начинают. Паше отписать. Паше отписать. Так, ну что, погнём дальше, да? Да, поехали дальше. Так... Так... Так, ну что, погнали Это еще Бо-1, все, стадия до сих пор идет Кстати говоря Помнить надо об этом А вот следующий Если Паша пройдет в сортовку Будет уже Бо-3 И кстати говоря Победитель Бородка сортов Вообще на лая попадет Сверху Фоллинджер контрола Кто-то в 1-4 оказывается Ламбо Неразимова бил Но это предсказуемый результат Так, там Ламбо ДНС У нас в верхней части сетки Я вижу Хелл Рейзер у нас в нижней Получает сетки Так, и Браток Блади Щукоу есть Так, пильну рекламку Всем здоров Еще раз Помните про облоки Поддерживайте меня и мой канал У нас Браток сортов Матч идет Так, ну что Ты же спросил Ты спросил Я положил Какой Ютуб Я макана была На Ютубе вообще Зачем дебильные вопросы задавать Есть на Твиче стрим Сегодня все плееры Которые у меня на данный момент Существуют рублены Вот На Ютуб Надо создавать канал Ну, в принципе Можно будет создать Я думаю В ближайшем будущем Какая-то глупость Там есть все дела Так, ну что еще Тут сортов строят Браток прилетел Рипером Братка Братка Газбарак Рипер ЦЦ И 17-я От стандартного Все Браток Обстрелял Всех Собак Надамажил Ни одной Не подрезал Черт побери Ну бывает Такое На самом деле Ничего страшного Ничего страшного Так Третья Уже Сорт Ухтает Вижу Беллинг Неф Добавляется А у Паши Что У Паши Рабочие Строются Они Со скином С каким-то Там Факторки Местами Меняются Сейчас Две факты Начнет работать По четыре Гелика Уже Браток Строит Это реально Дофига Здесь Приехал Подхарасить Два Диллиона Два Диллиона Рикверда Ну они тут Особо Ничего Не сделают Товерок Минуснуть бы Чем-нибудь Да нечем Особо Минусовать Тео В чем Проблема Еще Паша Соплайблок Умудрился Словить Сейчас строится Тупо Четыре Юнита Как бы Но нужно ждать Пока Докурки Эти доделают На 10 секунд Продакшн Все Затормозило Это очень плохо Конечно Почему тут По Одному Циклону В каждой Факторке Заказывают Одно и два Второй Гелик Решил Паш Построить Не хватает Ему на циклонов Как странно По билду Получается Что Так Разношерстные Юниты Заказаны Ну наверное Это Ситуативно Паш Решил Вообще Обычно По два Циклона По два Гелик Строят Вообще Неплохой Первый Залк Циклон По оверу Выдали Но избил В принципе Браток Овера Но на Мэне То Еще Один Есть Он Нагловато Висит И он Вижен Дает Неплохо Нагловато Одни Лаги И низкое Хейн Качество Та У тебя Лаги Ну и Качество обжир Висит На гг Входно Так, не плохо, Паш приехал, зачем было циклонов подставлять под бейнах, я не знаю И зачем через этот проход у буги было ломиться, если можно было наверх заехать, я вообще не знаю Сразу суртов крипов устанавливает здесь, ребят Братов плюс один доделал Суртов считается круто, не парокладная история, вообще куда он там Королева подпалезли у суртова не знаю куда королева полезли СССР 3 готов, геликов Уже много достаточно скопилось Надо бы их взять и привести по-моему, к армии, к основной А, ну синего пламя невозможно Сделать, это же лаба нету Вот почему Паш тем временем, второй арморий стоит Раскачивается по чуть-чуть Браток, выходит макро Третья цеха начинает качаться Плюс две фактурки, пять их скоро будет Уже, то есть двух арморий, там вторая атака будет заказана, грады с двух арморий Будет штамповаться Очень и очень так активно Геликов все больше и больше становится Ужас 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 Так, еще одного брата ховера спавил. 130-107 по лимиту, ребят. Лимиты близкие, кажется, но у Суртоха тут уже четвертый. Сурхат сейчас закачает, и рабочий у него под 80, ну как, 71 пока дрон. Думаю, он подстроить немножечко должен. Зато грады у братка получше явно. И не, пламя уже почти готово. Ну, не вижу смысла вот так перестрелиться, как пасшик перестреливает. Зачем это он вообще делает? Ему надо синее пламя дождаться просто и нормально просто против Гидры в бой вступить. Танчикин можно и нужно засиджить. Так, ну на центре пасшик отгоняет Гидру. Плохие залпы делает. Сурток тут на развороте отгоняет. Не было бэйнов, может было бы заехать внутрь туда. Там так жахнуть просто жестко. Но бэйны есть, типа аж туда не заехать никогда. Зато скоро 2-2 доделается. Еще б сенсор таверов бы не помешал оборотку запилить. А здесь как-то с двух сторон двойные аж дропы идут просто. На вторую, на третью, видимо. И на четвертую часть тут будет заходить сейчас. Да, на третью и на мейн полетели дропчики. Да, на вторую здесь все сплетанул, браток. Но все да не все. Вот рабочий эстет туреток что-то не строят. Не знаю почему. Сурток вообще ничего не дропает. Не знаю тоже, что он не дропает. Браток уже бояться перестал. И тут начинается что-то непонятное в итоге. Летели бэйны. Неприятно, конечно. Но не сверх много тут наподрезал вроде как сортов. На мейне торвули. 172 лимит, братка. 194 сортов. Вот у нас бэйны дропнулись тут. Заминусовать. Всех расщелкал просто моментально. Еще и овера защелкал тором. Браток и второго тоже принял. Третья атака уже делается. Здесь 2-2 и играет арспайру с уртоку. То есть он в рудок хочет выходить. Он не хочет лезть. Добавляются эти факты 3 на 9 часах. Все правильно. Надо, чтобы минерала больше был и скан. Так, это я себе. Чего? Он еще не вообще. Я елала. Поспал. Мы еще будем стримить. Сегодня не стримить. Ну, подумал, что ладно. Раз роботов бэйн как пропустил путь. Вот сейчас хотя бы надо стримить. Будет мне. И вот я здесь и с вами. Сортов в размен, кстати, идет. Счастью ювентов своих. Рэйд 1-1, кстати, это живое. Братюнь, залази вперед. И просто по тридцахи аж бэйлингов делается. Ну-ка тут сейчас минус нет, браток. Я единственное не понимаю, что он так все в куче засиджил-то. Сейчас пару... Сейчас пару этих... Сейчас пару зеленок. И вообще танчики атаковать не будут, по-моему, браток. И ничего. Вот. Столбаты жгут. Ну, недолго они это делают. Столбат падает. Столбата на третий там. Пусть и рабочих пожгло там, не слава. Но рабочим браток даже в плюсе сейчас, но... Что-то по лимиту совсем печально. 120 на 170. Здесь гидры 30, наверное, штук. Да, 33 гидра Алиска. Два вайпера. Восемь корабторов, которые могут стать брудами. И на это все дело лимит предостаточно вообще. И на это все дело лимит предостаточно. Непонятно, что-то нифига. И на это все дело лимит. В общем, браток заезды делает геликами. Они не самые эффективные получаются. Но заезды имеют место быть. А здесь атака пошла. Есть девяточка викингов у Паша. Надо увезти дамаженный. Ё-моё, братюнь, ты чё не сплитишься? Вот, наконец, сплит пошел. Браток назад, вперед. Чуть все приводил, уводил. В итоге брудов-то потушил, кстати, паштет здесь. Хотя нет, еще пока ничего не потушил. Но очень скоро может это получиться. Но сортов, чёрт побери, прокликал просто гидрой с земли. Воздушные все юниты как бы. И это печально в итоге оказалось. Печалью для братка. Вайперов закромцал. Караптеры помогут. Кто еще продолжает воевать, браток, с караптерами. Вайпера можно было покуснуть, по-моему. Можно подвезти. И нужно гелионов сюда подвезти. Викинги все нового-нового летают. Вот реально как-то браток первый-то бой начал замечательно вообще здесь. Нужно было просто-напросто как-то танчики сложить что-ли сразу. Пока много было, чтобы с воздухом дрался. А танки там с землей. Либо фокусить гидру, стараться как бы. Туда уже именно контролить, чтобы гидру в туловище фокусили. А не они по грудингу, который спереди от грудов кладились, стреляли. Как бы и себе демидж наносили. Но холбатов еще было недостаточно. Такой момент там был. В итоге как-то на халяву сортов у братка пробил на полную халяву. У него 75 дронов. У него уже пятая хата есть, шестая ставится, вы видите. Хайф давным-давно. Единственное, что по грейдам здесь просто провал. 2-2 ранжовые как бы и все. Ни в шпилях ничего не сделано, когти нет. А у братка уже 3-3 и одна даже на воздух. На викингов одна атака есть. Но ресурсов катастрофически не хватает. Чем-то продолжать давить собирается я хоза. Так, вайпер качает. Чуть. Хули, у него что-то душно. Дайте-ка окошко открою, может полегче не станет. На глазах. Так, минус либератор был сейчас. ЦЦ-шечка очередная готова. Пятая ЦЦ-ху у братка. Ну, кстати, решил не сюда вниз. Может идти, а там дальше. Занимать ЦЦ-ху. А с ортов в это время сам городку идет. Нужно как-то бы выйти от гидралистов. Защититься. А как это сделать? Здесь их просто нереальное какое-то количество. Вычинивается ЦЦ-ху, не вычинивает, браток. Теряет ее моментально. Здесь пролетают викинги, либераторы. Раскладываются, между прочим. Минус Паша, к сожалению, да. Потерял позицию, ТОП-ТОП пришел и довершил начатое просто. Изначально вообще, когда начатое, когда эта игра, ну, таймер стартанул. Сразу браток повтор смотрит. А я смотрю сетку пока что, что же там у нас в ней творится. Блонилку ждет либо манейка, кстати. Контрол Фоллинжера убил в четверть финале. Дэнс Денвер сверху. Дэнс Ваню убил. Дэнс Ваню убил. Ну, кстати, наших не так много. Лаус Помпка Хеллрейзер убил, его дает. Ну, его Коу сейчас может прикончить, конечно. Ну, что, Блая подождем. Что там Милка-то интересно делает. Продолжение следует... Так, ну что же. Что-то я аминку тут не наблюдаю, единственное, где он там может быть. Продолжение следует... Так, ну что же. Так, ну что же. Рекламу пильну. Сейчас, погодите, ребят. Будем продолжать всё смотреть. Сейчас сетку обновлю. Сейчас, наверное, отойдут вчера, пока матча нету. С уртову дальше, да, двинули, всё нормально. Обычно забываем. Прямо сейчас зацепиться будет. Как бы я не знаю, что там в Милках вообще, как они играют-то и где. Прямо. 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 Теперь лучше. Ща приду, ребят. Секунду. Прямо. 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 Памо. Продолжение следует... 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 так старки дом заказан пробки косячно строили сейчас на втором можно устануть рабочий было бы сейчас но копит пока бусты просто наверно чтобы старгейт забудить побольше вот я думаю что оракул будет быстро очень построен хотя не что-то там пошел на трубать чем-то копил чем ждал а сейчас потратил они вот на мэне будет буст ну а так бы два было бы статусе на у оракула забусти вообще быстро вообще полноцом бы он достроился еще 2 бы ускорился немножечко здорово вот у нас оракул полетел готов к млая его встретить королева есть у него сколько три королева но спорок нет нигде вообще угла и королева это разрозненно постоят по разным хатам сейчас перетягивать их сюда получается скрипту мы расставим 40 вперед летает матчу спорки было и так никак не стоял так и не стоят чем дело внутри потерял две спорки закал можно их не отменять в принципе эту взять перевести вам сюда куда идти на мэне а на мэне сейчас запилить например два и в итоге одно отменил как и здесь строить ну просто но удобнее прямо на месте закачивать никуда не водить потом ничего может так было сделано может вообще он не будет спорок делать собака на третий было ну адепты и минус нули немцу заказывают у нас маник чарж плюс один дома достраивается руба опять блену спорок нет опять араху прилетел и на мэне короче здесь на стрелял рабочих нарезал то и 47 39 пользу рот саправочек не надо как отрываться вообще в этом дом сам путь по десяткам там десятку а еще десятка сейчас заказано а у просто и ты поперли или строится в данный момент наличие из 35 до 8 гейтов будет возможно наш даже сейчас купить уж увидим архоны плюс диват из 8 гейтов против лая ну у него уже ровочек раз тоже заказано и даже плечку на на 3 ставят базе и везде 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 спорки пошли вот на эти королева ставят энергии просто немеряно запили криптумор здесь один пусти его поменю что он вокруг прошел и на королевку отвести крипт владеть и идентик что она день другом есть стояла так три архона делки все это вперед выдвигается на угла и много ровочей строить реально много скорость справа у них нет призму папу купить что он пытается сделать ну уходит поляк в общем то уходит архонами а вот это вот очень опасно для оппонента в лая но все таки повезло ему на один удар осталось летят если в лая сейчас призму сбил у него вообще всех прекрасно было но он наматил ровочей как и с тем корейцем просто помните вы сейчас пойдет вперед но тут конечно микс пожестче уже то есть это архона эти сепару и мортлых уже будет сейчас точно и шторм есть кто-фигой агрейт но кс-штормовиков две штуки и без энергии пока они вот в чем минус все рачам скорость доделать была я это была я чисто стиль настроил ровочей грейдов 0 вообще даже атаки одной не сделано идет вперед и просто на клике пытаются сбрить ну почему нет работает если надо пробовать заходят в архунов и мортлов брей тармы получают ой какие же тармы почти жесткие иммортлы живут архуны падать начинают в лая там фукусит эмок неплохо прирост роучи будет будет но он будет дома у лая а не здесь здесь да ну а здесь мувик отбил еще и мортлами подпрессовал здесь немножечко наконец тут плюс один грейд пошел гидре скорость дальность тут а у процента уже два апгрейда посмотрите у маньяка еще мне поражает сколько у него рабочую семьдесят восемь пробок на трех фазах как бра бла раскрошила сейчас вообще жесть сейчас ведь можно и слить эту игру легко вот если так тупить как блай будет тупить сейчас он просто нереально роучить и слить теряем 60 трубочек и уже в этой игре кстати и ворфлой и отдавали выхватили я дал у маника моркова не потерял но 14 убита 4 остальное новое 0 а у на у семнадцатого зелененько набита была непонятно ручим начинает делать перестреливаться здесь да надо отвлечь процесса в это время зайти напряжь сюда куда ничего было и делает 7 пробочек уже минус стационарной обороны нет никакой так 11 пробок уже в это время зилата на мэне там напрягаются ой один остался рабочих кромсать тут столько бла не видишь там зилат что ли есть он один это все срезал 6 дронов 7 он дрона убивец просто абсолютно жесткий какой-то а вла 8 интереснейших юнитов делает сталь ура а люра что правильно с люрой надо идти нападать стараться зергу на просто иначе как бы он придет и убьет его просто разведет а здесь я даже и хз как и нападать все из стуку тут пробку дофига призму бла не пошел вперед сбивать зато забегание делает стабильное вот на третью базу линги зашли ох прекрасное забегание только бла и тупит что-то через а клип поспать не может успеет убить негут или нет я без понятия где вот смс здесь берутся надеюсь с люрой пока вроде как отгоняет нет не успел ничего бла убить и четвертую только сейчас обнаружил но предпринять то особо ничего 2 не может сейчас в частности плюс 3 у просто уже атак доделается 2 еще тяжелее биться станет на люру ревелэйшны просто накидывает стабильно личное забегание зил какие-то идет просто стоит бродячий львур отбылая стоит и еще еще один что бла делает не пойму а ну он ушел с полюкером так с хтс убил тут избежал бежал лайк чтоб люркера отдать в итоге вдали где-то там ну и же 5 ставит хатку бла ищет по центру гоняет люра не понять где вкопано а вот она тоже позицию меняет стабильно закопка люркера скопательные когти я не знаю что почему бла как-нибудь не знаю вот при таком стиле я не понимаю почему зерги не используют идус поставил идус на такой стадии просто прилетел в оверсиром коин сюда он сделал нидус просто сюда люру вывел хрен просто вообще зайдет когда наверх на люру люру и собака дома люры с плетками оставил и все нормально такой микс у бла люра с закупочкой уже ну вот на дальней базе например бла не додумался что люкеров надо оставить нисколько не оставил один из дронов не досчитался в итоге ну у просто рабочих на двадцатку больше так вот забегай некую тарову вообще идет нелепая блян Люра понятия не имею Где бы я была Она вообще ухуд второй Вот смысл делить в одну армию люру А в другой другие ну Юнитов вообще без люры оставить На самом деле Просто здесь несколько люркеров Там несколько люркеров Плюс какие-нибудь плетки стационарные Можно оставить Будет вообще прекрасно Роучи вот подземный мук бы роучим Просто прополз бы здесь ни фотонки Ни хрена вообще нету просто Заходи не хочу Убивай здесь все подряд Приходит Вай мимо всего Опять на 3 сне И до этого был не прикрыт Так зелки из призмы на мейн пришли Время на люру Тут просто пытался влезть Но тут печаль вообще Здесь на люру никак не залезть Ему Катается двое ровучи Мерой отклик не хочет Здесь хватит Топировки Я даже вижу Это что хватит Ну закопки нет Правда у Блая И поэтому у роучи Зелки-то нагонят Рано или поздно Баровой чуть-чуть Блая отстает Какие-то карапторы Делаются там А у оппонента уже Темпесты попер Ну Грейта спайр бруды А там темпесты Какие вообще Куда там Так Плюс один воздушные Вторые поля пошли Убродцы Три атаки уже есть Архоны вообще плотные Просто нереально Поля на них работают Плюс один Точнее атак тоже Пиши работает Так Ну 6 архонов 8 имов И штормовиков 6 Так вот микс Ходит Нет центрей Здесь делков Ничего лишнего Короче Все самое ценное Здесь у бродца Бегает А вот и темпестов 5 штук 6 7 Ничего себе 7 темпестов Готово Ну что могу сказать Плохая идея Построить брудов И сидеть дома Ну хотя Вот инфесторов 9 штук Не врал То есть он уже Под лейт Подстраивается Жестко Что пришли темпи 2 бруда Сразу минус 2 не успевает Даже хату отменить Так Войну Караптера Показал Никос промазал Но Сам Прот Затупил Что-то Оракул Он прилетел И отдался Вообще Там На спорках По жесткому Один единственный Люрки Посмотрите В процесс Какой мертвый Этот Не факт Тонкий Дома Ничего Вот забегание Больше надо Вообще Базу новую Ставят Никакой Обороны На них Нет Ну а Забегать Особо Нечем Как бы Он не лезет Никуда Даже Люрки Ребенку Будет Сюда Скопаться Добыча Заблочена Две года Две года Потому что С Вардивикли Совпало Со мной Никто Не консультировался По датам Вот Я Вардивикли Постремил Поэтому Ну а Магик В данный Турнир Копалась Верала Блая Вообще Блугами Блая Агрет В итоге Сагрел Только Темпестов На себя А там Плюс Через Таргей Та Притягивает Темпестами Микозами Блай Смотрите Штормовиков Нормально Кстати Накидал Микозича Они Все Сгинули Всех Штормовиков Прикиньте Блай Забрал Сейчас Микозу 11 Уже В игре Погибло Но Там Что-то Ресурсов Прям Немерено У Оппонента Блая Ничего Было Один Эволюшн Работает Да Один Эволюшн Два Когти Две Рынжовых Из Эволюшн Сделала Броня Два Ох Как больно Прилетает Еще Пару Заапов Смотрите И вообще Вся Линия Запогибла Уходящаяся Надо убивать Архонов Два Чуть Воролю Судимитов Так Гидрофт Илудит Работает Неплохо Минут Нек Надо Уйти Гидрофт Не отдавать Ее Зачем Ее Сливать Что Блай Собственно Гря И делает Уходит Ну Уходит Не на Муви А через А Через Атаку И Короче Всю Игру Просрал Вообще В хлам А здесь Шесть Кареров Сделается Ну Шесть Кареров Это Реально Много Видите Здесь Как не было Оборон Так и Нет Здесь Очередно Нексус Внаглую Поставлен Он Так Пришел Лов Не знаю Будет Отбивать Прот Здесь Уже Нексус Упадет Через Несколько Секунд На Сам Деле Упал Кареры Уже В бою Тут Есть Здесь Все Заново Строится 5000 Минералов Просто Запас Углая Всего Тысяча Там Ну Газов Просто 400 Вообще Нет Прилетел Карер Все Отбил И собак И люру И все Дела Две Атаки На воздух Есть Углая Броня Одна Уже Есть Вторая Броня Будет Я Начу Блоти Живаться Пытаться Или Идти Вперед Пытаться Заневролить Здесь Кареров Каких То Я Не Знаю Или Как Ему Вообще Делать Здесь Шторм Просто Есть И Фидбэк И Это Очень Опасно Для Реда Неплохо Неплохо Не, ну проигрывать маниаку Это уже перебор, мне кажется Созгла, если он сейчас начнёт заливать Пошёл гидрой, блин Штормовиков было убивать Слил всю гидру к вам Тут ещё Три карера, два вообще стоят Не в бою Сколько их всего, кстати, есть Всего пять Ну так, насел на Блая Блая 165 стала лимита Я вообще не вижу, как ему здесь драться Против всего этого Ассимиляция завершена Так, идиагару Какая движуха идёт Блая пытается забегать Укротся уже Третья атака почти готова На улицу Третья атака Я вообще хоза, что тут делать? Здесь три атаки иноземных И воздушники три грейда на поля Вот единственное, что только брони нет И воздушные иноземные Готовятся Готовятся Глая урваться Глая вообще 44 Ассо Да не, это ГГ, ребята Это ГГнчик Глая, скорее всего Можем остаться без СНГшников На дальнейшей стадии Маниаку проигрывать Это высокий вариант Хотя, может, я не прав А может, он сверхсильный БТ-игрок О, просто армию влазь Знаете Украл Штормовика Я просто армил Оппонента Штормовика Ох, прикольно В итоге они без энергии Поломился Караптерами вперёд И тут только Карера Темп Даже без грелок Караптеры ничего не сделают На 30 дронах Пытаются влазить Глайперов всех слил Один остался Только двух Сейчас потерял Часу догадался Зеленькин Знаем, раньше Кидать пытаться Заневрайдил Глайдом Кареров много Ну, даже и заневрайдил То, допустим А дальше-то что Ну, подернуться Здесь Минга Глайдом Надо спустить Не минута Несколько секунд Там забыл Нафокусить Пытаться Так 160 120 Полиамидов Здесь Блайд привёл Всё-таки Всё-таки Сбрил воздух По-моему Там 7 Аж кареров Заказано Сразу же 7 просто Огурцов 7 батонов Как хотите Короче Но Блайдом Нечем Вообще В контратаку Пойти В чём проблема Он Всем наш дрон Сейчас заказал Но Так Здесь забегание Идёт Смотрите Лимит Посмотрите Равный Почти стал Но Это Обманчивая Тема Здесь 7000 Минералов Эта база Добывалась Так Даже Фатонку Ни одну Здесь Просто Не добавил Не знаю Влайв Не знаю Собак Ких-нибудь Ну даже На них Просто Не хватает Минералов Приезжать Куда-нибудь Отвлечь Там Поразвлекать Как-то Сейчас Экономика Хоть Улайв Нормальная Стала Более-менее Так Ну Нексус Снова Отменил Здесь Собака Вкопана Бегут Зелки Здесь 2 люр Приплетка Это Все Будет Легко Отбито В общем-то Дроны Переходят Туда-сюда Сейчас Катаются Но Если Блайн При своих Позициях Останется В ближайшее Время То Думаю Сюда Должны Побежать Туда-сюда Что-то 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 Что у нас по каррерам? 9 штук, я извиняюсь, не показываю. Идёт жёсткий прессинг. Глай все, что может, ворует. Пока умудряется держаться. А Оракула тоже, на самом деле, украсит. Нормально ревелэйшн кинуть на врага, тем более можно. Здесь по фаерволу по карреру попали. Хорошо, да я уже прилетел. Сейчас можно было и по архуну, и по каррерам попасть. Уже третья броня наземная доделывается. Есть воздушная одна, надо делать просто воздушные ГРД. Перепорт наверх пошёл, здесь что-то дистанц майнинг, и в другом направлении решил полететь туда, походу. Странный какой-то протс, мазершип не делает почему-то. Очень странный протс. Фига, Архон, он прилетел, бил Архона, чтобы собаку он не выдает. Здесь есть потери. Но потери, кстати, вообще одинаковые практически. Это Блайя пока и спасает. Но сейчас у Блайя 150, а тут 200. Уже тяжеловато будет, главное, далее. Так. С такими-то лимитами. Базу новенькую убивает ему просто. Дальше будет идти он, да? Похоже, что и дальше пойдёт. Здорово. Окей, Рыч. Блин, 157 Блайя, 114, 138 по боевым пользу полякам. Вот это ребят, которые могут переворачивать игры. Нужно не вралы, нужно пытаться не вралить просто. Если Блайя вот эту армию убьёт, тогда вот уже у него всё нормально будет. Потому что он базы занял свои фактически. Осталось до добытий просто и всё. У меня беспокоит, что Блайя вообще тут не делает. Перестал делать. Ну и Блайя боится буй дать. И Блайя боится буй, если сейчас Блайя лимит несколько просел. Так, Блайя просто угаска. Практически их же не хватает. Начало минералы тратить везде. Просто сделки бегают. Блайя копал рабочих тут на дальней. Бруды и брудлинги пришли. Там издалека. Опа. Есть гидрореводжеры на дальнюю базу. Ой, сколько тут зилотов-то варпаться. Полностью грейженные зилоты. Они гидру и реводжеров убивают очень хорошо, ребята. Очень хорошо. Но гидры было больше, поэтому побить даже дает гидрореводжер. В то время идет атака. Блайя перетягивается назад. Нужно бы, блин, кинуть зеленку в карреров. Нужно бы... Да, вот сейчас заневралить как-то надо было бы. Здесь затупил Блайя, не выбил зилотов в итоге. Сольет все. Надо вот базу потерял. Осталась одна фактически вот эта. Надо вот сюда как-то восстанавливать вообще. Так, спидбейки по инфестрам, по-моему, пошли. Я не знаю, вот зерки в такой ситуации я смотрю просто и поражаюсь. Надо как-то дать попытаться бой последний, но не врались. Чего идти-то до конца потери, хоть какие-то маленькие будут, а восстановить их не на что абсолютно. Поэтому надо как-то бой давать, стараться. А Блайя сидит, да много кто-то сидит. Так, здесь зилки опять в тылу. Йидродэн загорающий там, Évolution, Roach-porum, ценное издание. так минус инфестейшн минус 5 сейчас будет блайн тут на последней своей базе пытается удержаться просто кстати запаса нет вообще то есть то 145 ну блин глача все базы потеряет на пить не может здесь ничего короче может этот нет попытаться занять тут еще кстати здесь недобытые просто тоже базы есть даже если блай там займет что-то еще тут рот тоже еще занять даже если блай прогонит отсюда просто там есть ничего построить новые базы замок уже мазар шипы сделать полетают купить на карьеру двенадцать штука страшно все угла я клочок остался одна база здесь все причем будет здесь осилируются на одной базе единственную стулья ну не знаю 40 минут игра это идет ребят и стройников так вот теряет не врали же ты ему как блай проморгал сейчас мог спокойно за не врали просто все то пора бой давать не враль сколько можешь блайчик так ну часть принял часть ушло я офигеешь если блайк это не врал они здесь еще повыманивает и победит вообще нужно блин дать такой бой в которой он не там не 4 юнита за не врал а половину бы чтоб этой половины убивать другую половину я и почти готов здесь еще вы боитесь-то не брали еще не вралить надо его два карера в не вралит его 2 больше не брать лальчику тупик вообще где контроль так еще лет назад не врать поэтому попытаться убедить сделку я понесу и почему сделал здесь карьера без муж не вра лица они не бьют ничего без мук что ты делаешь то гладь да ты только не врали что кстати боевыми такси не супер большой как часть телепорта ну часть то оставил здесь ну блай просрал всю энергию абсолютно сейчас на инвесторов и попробую что-то сделать выиграть еще с такими элементами минимальные шансы есть учитывая что фрот все тупил просто базы где-то хрен поймем у него где новых не строят кареров уже насливал вообще немедленно но по земле зато есть так белки и штормовики если дать вот эту базу то все вообще прекрасно вы но смотрите-ка здесь вот просто добавь собачьи реально штук 68 забеги вот сюда короче последняя добыча вообще просто влачу то не делает ничего хочу карерку синий смотрите это ты люди что-ли бак своих юнитов не кидается на них не остается поэтому если ты кинешь его просто он пройдет и все как чик и все ничего не произойдет сборки там была и плагу просто главная то вай не пробил как бы не пробить ему пока не как было испорт Так, ну четыре пробки просто строят. Вообще дичь какая-то. Таус, выигрывай, Блай, ты наконец-то хочешь что-нибудь? Приношло фитбэки, куда полез-то, блин? Не врал здесь, ключ к победе. Ключ к победе, Блай, не врал. Куда ты там микоз кидаешь? Зачем вылез вообще влезть назад, блин? Кидают, блин, микозы. С инфесторов давно уже надо нового было строить, Блай. Какие микозы вообще? Сиди там инфесторами, в своем вообще не рыпайся. Не враль по юниту, там, просто карер заневролил. Это столько резов, минус сразу просто. У него нету этих ресурсов. Ну надо еще контролить базу, пытаться его, конечно. Насчет контроля базы здесь печально, что-то. Ну, как реколит собак. Ну да, он синий, как после рекола. Не отошел, короче. Не отпустило. Увидел страшные карер какие-то картины. Пространство, через которое рекол делается. Не знаю, что за простанка. СШ-4-105, наконец-то просто хочет точку поставить. Или он хочет отдаться. Вон он, синий карер, все еще летает. Да, Блайву, что он инфесторов просирает, не пойму. Миконс в карерах туда кидает. Не, ну наземные штормовики терпят, да, с воздухом. Миконс в карерах. Играет музыка Чтоб отвезти инфесторов, как-то прикрыть Сейчас двух темпс-то Блай за неврайл Блай все просрал в итоге Как-то нелепо 12 рабочих тер Блай пытался Блай старался, но Короче, игра вы видите, здесь Блай просто по ресурсам не вывозит Как бы просто база есть И это минус Блай очевидно вполне, да Ну когда, сколько еще Сможет продержаться, по-моему, вот это последняя атак Здесь сталкеры уже там Идут вперед, блинки у них есть Уже неврал здесь не зарешает Потому что Сталкер вперед, это губный карьер Багованный летает Блай попытается ворваться Замес продолжаться Пытаюсь показать по центру Надо просто наверх поднять Ну так хорошо поместились в этой игре И честно, мне просто тяжело Сейчас я говорю, сегодня не выспался Мне вообще реально И к обече тяжело Такие долгие игры, блинки я чуть не заснул вообще Потому что долго здесь в душе игра неинтересная была Так, здесь добыча идет Блай 20 лимитов Все, Блай не сдается Ну блин, добейся ты, Блай, наконец-то Уже, е-мое 5 инфесторов без энергии Похоже, без палитра Кстати, что раньше Блай ими не пользовался? Ведь они сейчас инговые Выкинул, что они никого не атаковали Блай и ГГ вообще Бывает, что? Ну там и без инфесторов Понятно, что ГГ абсолютно точно 40, почти 50 минут играли Блай здесь К тому же Так, сверху Ламбо ДНС, кстати говоря В полуфинале Маньяк против сортов Надо смотреть сейчас Будем смотреть Отписал с ултов У, кстати, ДНС у нас в игре Вообще не да И у ДНС там уже 17 минут Они уже бьются, наверное, в полуфинале Блин, здесь Блай настолько долго играл Что здесь только четверть финал будет А там уже, блин, полуфинал играется Это не иллюзия Это карьер с багом Не иллюзия А там уже, блин, полуфинал играется Так, ну что, ничего не происходит Пишу Маньяку, чтобы заинвайтил меня А я думаю, он заинвайтил меня Все, норм будет А там уже, блин, полуфинал играется 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 Так, что сортов, где он там вообще Упонлайтит сортов А там уже, блин, полуфинал играется А там уже, блин, полуфинал играется Затем уже, блин, полуфинал играется Бъездит звучит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зато он, я вам хочу сказать... И не проиграет какому-нибудь левому игроку вообще в хлам, там не сольет, такого не бывает практически. Продолжение следует... Так, сейчас адептика выйдет, адептика вышел, пошел вперед. Старгейд дом. Здесь скорость с собачком, все стандартно. Третья хата. Не самая ранняя, не самая поздняя. По готовности королев уже она была заказана, эта хата. Продолжает, рабы, мастится. Продолжение следует... Так, собаки жрут тут камни, смотрю, хыч-хыч. Камни скушали. Так, а Ракулес сейчас строится, смотрю. Есть тут какая-то вообще убожественная стена. Здесь вообще непонятно, что вот это такое. Продолжение следует абсолютно какой-то. Не знаю, как было, я умудрился ему слеть, но это вот сливание роучи в просто пачек роучи, как я не знаю, их имморталы превращали в фарш просто. И была я там ужасно как-то контролил. Да и микс странный он выбрал. Не знаю, почему гидры туда не добавить было бы, например. Так, ну тут скили как-то злая, Моракулу тут наглеют, но он сортов не дает долго им наглеять. Три рабочих на Оракулу разменено. По ресурсам Оракул даже дороже стоит. Два раза, чем рабочие, но все-таки это рабочие. Ага, что сортов не видеть, что ли, здесь? Просто закажи пачку лингов, пробеги сюда вообще, нагрызи нафиг, тут вообще можно. Хотя адепты там везде стоят, здорово, Илюк. Глеб, Фрот сделает, сортов что там? Коготь. Так, лингов. Есть уже лингов, где-то с десяток и десяток строится. Да, 22 собачки из сортов, но они не просто так строятся-то. Или он боится адептов, все ясно. Я думал, он для агрессии их строит просто, а ведь можно было забегание сделать неплохое. Так, сверху есть медленный пилон, там варфа адептов идет на нем. В это время на вторую базу другая группа адептов залетать пытает сортов. А, хитрец, ныкнулся, чтоб не пришел в зеркс, без, как-то беспалевно. Опа, а здесь сейчас прямо под плетку, под собак, три адепта приходят. Так, а там пачка к ним присоединяется и других адепт снизу. Ё-моё, иллюзия летает. Че сделает? Тох-тох, почему он бэйнами-то не за... А, он бэйна сюда поставил, что типа сейчас телепартнут. Здесь только взрываю. Ну давай, взрывай. Сейчас телепартнется, ка телепартнулись уже. Иллюзия летает. Так, нашел сортов, наконец-то, проб с пилон. Скушал адепта, скушал пилон. Полиаметов в плюсе небольшом. Вижу гидроден, вижу второй когас, вижу покатушки бэйлингом. Сейчас гидра будет заказана. В начале гидралевском сначала грейд надо сделать. Гидродене. Да, пошел апгрейд. Не знаю, почему сортов, правда, не делает оранжовая и грейдене каким гидралом. Грейд этот у меня не уникальный скорость и дальность, а атаку, естественно. Дальнюю. Плюсики. Так, что-то прям очень много собак. Ну, нужно ли им лезть с собаками? Здесь колоссы уже строятся, вообще-то. Так, тут сортов умудряется прям собаками кололся сбреть. На четвертую базу рабочих добавил. Гидралов 12 штук строится. Уже были там гидралевские, там 4, по-моему, штук и ставил. Да. Сейчас их будет 16, проб 20. Я не знаю, на скольки, на скольком-то лимите сортов явно вперед пойдет сейчас. Что ему сидеть-то тут вообще? Тупить. Так, не спеши, сортов, на самом деле, вперед что-то идти. Бэйн и линги еще, шпиль, инфестейшн, все тут строится дома. Четвертую раскачал посильнее. Так, а я такого поехал. А, пятую ухаживаю, сортов стоит. Тоже цешечку не любят ждать, сжать, сдавать минералы, не любят сортов что-то. Так, пошел вперед, увидел, что колосс к нему со стулкерами тут отступил назад. Здесь интересно ставится гейт, что типа сортов хотел варфить сюда. Ой, не сортов, а просто хотел варфить сюда, давить потом направление. А что ему призму-то никто не дают призму-то строить? Нафиг ему гейт-то уже на такой стадии. Хотя с другой стороны гейт и призму может быть одновременно, но и роба, чтобы не блокировать, чтобы колоссы все время строить. Неплохой бэйлэн дроп. Я не знаю, насколько это уже неплохой. 12 пробок погибло, не все сейчас, наверное, погибли, но и сейчас, если что-то погибло. Караптеров 9 сортов делаю. С караптерами уже попроще будет драться, тучь колоссов выпилите, здесь и все. Так, 182, 154. Ну да, сортов два когтя сделал, и все, тоже вот, мне бесит. Эволюшн даже простаивает, он один и то простаивает. Закажите рендовую, это грейт, на атаку, что-то мешает это сделать. Так, он с телепортнуться имеет смысл просто, спасибо. А тут что-то прям такая засада, гг, пишут, маниак, понимают, что здесь ничего не поделать. Клавар, какой был буст воли и хоть и? Ну, воля был подобный тому, который сейчас есть. Вот, а в хоть и, в хоть и буст был тоже за энергию, да, в хоть момент. Это потом в Лотве изменили буст, как вот сейчас он был такой, как, точнее, в предыдущем патче, то есть он такой был постоянно стоит и медленный. Это мисклик, короче, был. Отлично, все, отлично. Отлично, все, отлично. Так, дорог всем еще раз, ребят, сейчас я потом рекламку вам пильну, помните, про адвокину, ну и поддерживать, конечно, меняй мой канал по возможности. Вот. 1-0 сортов, погнали, там уже Гуру ждет. Сейчас, наверное, уже финалистом сейчас будет известен. Скоро, очень. ДНС лампы бьются сейчас. Так. Стир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 неужели просто не поставить сюда пилон раз-два здания рядом поставил еще один пилон, вот тебе стенка самая простая, посложнее стенку сделать пилон сзади и там спланировать из зданий таких, но это два это просто, если ты игрок это просто открыть раз, короче ну, карту эту с компом просто раз делать и все-то будет узнать о, шортов, и опять смотрит что-то стенка-то говеная какая-то дай-ка, говорит, я сгрызу его вообще, этого балдеса GG 2-0, ребята с ортов против Гуру, далее у нас ждем неплохо так, ну полуфинал у нас сейчас будет, что там говорить. Полуфинал ламба с ДНС бьется. ДНС стабильно сейчас. Так, ну там ДНС уже. Да, ДНС с этим с Денвером бьется ой, с этим с Ламбо бьется. Ладно, там кстати ПВП там поинтереснее, мне кажется, но я уже сюда вписался, как бы к софтову. Давайте к софтову посмотрим. Что я ему писал тогда. Непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Субтитры сделал DimaTorzok поют грядущие что долго они там шевелятся а Так, что там, он не инвайтит? А вот, вот, он инвайтит, отлично. Так, ладно, все, норм, ждем. Ну что же, ребят, сортов гуру, первая карта у нас, поехали. Так же бьется ДНС параллельно с Ламбо, я не знаю, какой там счет, но вроде как пока что не закончен их матч, то есть мы синхронизируемся более-менее, если у них там игра подольше будет, а здесь наоборот, пацаны побыстрее сыграют, к примеру. Так, пильну, кстати, рекламку, ребят, 80 минут не пилил, помните про адвлоки, поддерживайте, посмотрите меня и мой канал, естественно. Мы продолжаем смотреть Гоу в Коэс Кастинцу, 33, сегодня проспал я этот Русбрайн Кап, не стал стримить. Ну, завтра Варди Виклик будет приходить смотреть 15.00, может, уже пораньше я начну, не знаю, деревню, у меня на дачу завтра звали, там друзья тоже, ну, если и поеду, то увидево после Варди Виклик теперь, потому что... Весь Тордер стримил, 4 группы, чтобы просрать плей-офф потом, нет смысла, там тем более абсолютно корейский плей-офф из игры, это будет круто, будет что посмотреть. Так, там и там королевы, только у Гуру без скина, а здесь со скином. У обоих 17-е хаты, газ пулов, 3-е по готовности королев вообще одинаково пошли там и там. Я не знаю, будет ли кто-нибудь агрессивничать, на кого-нибудь ломиться, или будет у нас стандарт, то есть суртов достраивает, вот этот Бэллинг Несс строит, Гуру на дрончиков впереди, при этом всём оказывается, ну, это так, это всё мелочи на самом деле, и незначительные абсолютно вещи, как бы, да. Я смотрю, что никто даже не пытается побеллингбастить третью хату, зачастую, как бы, ну, ставят третью, строят лингов, особенно, если Бэллинг Несс это делают, и пытаются здесь Бэллингбастить и размениваться грамотно, хату отменять, если кто-то проморгает этот момент, собака, которая не закажет, так вообще может отлететь на самом деле. Да я смотрю, смотрю, вроде как-то Гуру больше дронов всё равно не заказывает, вот сейчас на 4 плюс рабочих стал, а как-то, ну, по дронам вперёд, ну, не вырывается жёстко. Сейчас, только чуть больше его стало. В чём сортов и и лимита больше, то есть у него боевого больше, тупо. Всё, третья готова, сейчас инъекция должна пойти, ещё сортов втыкает здесь, не знаю, чё он втыкает. Очень сильно он втыкает, я вам скажу. Здесь, правда, королевы и нет вообще у Гуру на третий. Инъекцию так сортов и не кинул, сейчас вот кинул, долго-долго уже, на вторую почти энергия накопилась. Хотя у неё и было изначально как бы побольше, чем надо энергии, но, крючо, долго там всё это происходило. Вэллинг сортовски дошёл до второй базы, но он один дошёл, поэтому сортов даже не пытался в рабочих врываться, он просто взорвал личину. Да, чтобы прироста не было там особо. Гуру 12 дронов строит, Гуру Лэйер делает, и плюс один заказан. У сортов пока только плюс один заказан, и Роуч Ворон, кстати. А вот Лэйера, например, нет, но и у сортов, и ресурсы не копятся, то есть этот стоп удово не будет каким-то наломом жёстким вообще. Так, опять всего один мэллинг здесь остался. Не стал Гуру его тратить куда-то там, на собак пытается подать. Опа, Гуру пойдёт на вторую Гуру, сортов параллелу Гуру, но сортов больше полиметовый рабочих, но у него больше на десятку сортов идёт вообще больше. Вэйер намного позже заказан у товарища сортов, но Вэйер доделается очень-очень скоро. Интересный контур рыв со стороны, сортов пойдёт одна королева здесь всего. А чё сортов боится-то, наверное, королеву было грызть, да и не парится вообще. Пытаются заскочить, королеву прыгать пытаются, сортов. Собаки накидываются, но чё-то их не хватает очень сильно, как собак эти. Вот по дронам зашло сейчас хорошо, как несколько дронов сортов за минус 62, 49. Лимит у Гуру скоро сделается, у сортова плюс один доделся у Гуру, уже плюс два заказано, правда. Рабочих восстанавливает, ну здесь Лэйер, сейчас 10 руч, и сортов впереди по лимиту по сравнению с Гуру. Так, с овер минус. Овер минус, сортов тут выбивает, сортову, точнее Гуру выбивает овер. Ну, сортову больше на 20-30 лимит, стабильно у него больше боевого, на 30 аху сейчас практически. У Гуру 2 эволюшн, а вот тут сортову один, правда, в это время. Но, смотрю, он оверов сейчас строит, возможно, он на каком-то лимите хочет и выход сделать Гуру. У меня такое ощущение складывается, не знаю. Вот. Игра осталась, вот этот полуфинал и финал, и тиранов здесь нет уже. Сортов Гуру ЗВЗ, а сверху СВЗ Ламбо ДНС. Тоже они пока еще не доиграли. Вот у нас сортов что-то шевелится начинает, пойдет вперед, интересно, или нет. Сейчас он, да, вроде вперед собрался, ломится. 159-39, лимита больше. Ну, понимаете, в чем дело, когда ты к оппоненту прихожешь, зерго, у него прирост дома, как бы, и не факт, что сможешь пробить здесь. При этом все, он сортов, то есть это не будет улыным каким-то. То есть он пытается развести Гуру туда... А, нет, все, в двух направлениях Роучи забрал. Одну группку небольшую оставил для забегания. На вторую я смотрю. Заходит сортов здесь двух сторон. Неплохо, он зашел, я должен сказать вам. А в это время рачи просто троллевали. И летели ему на вторую, заходили. Две королевы тут выберли, Роучи выберлил сортов. Чуть дронов несколько вынесет здесь, попробую. Ну, все, там сколько смог, столько и вынес в итоге. У самого-то Гидроден у сортов есть уже. Будет это Гидра, скорость, дальность. Или... Или... Люркерден, он чистый, хочет заходить. Не знаю. В подземный мув сейчас будет, можно похарасить, пойти Гуру. У Гуру четвертый нет, а у сортов четвертый. Это есть, между прочим. Вот у Гуру Люркерден пошел, а у сортов они наблюдаются. Ну, лимит сразу больше. У сортов я имею в виду. Ну, у Гуру зато Грейды лучше. То есть, у него 2-1, здесь 2-0. И будет уже сейчас... Скоро вторая броня у сортов уже будет. У Гуру, простите, у сортов. Закопался и пополз сортов, ребята. Что-то закапывался, выкапывался. Здесь у версира, кстати, нет на второй. Сейчас начнется разводняк конкретный такой. Здесь сортов Роучи заблокируют. Гуру и убьет их. 4 на мэн, 4 на вторую. Роучи. Просто прекрасно. Заползали сейчас. На вторую начинают просто бомбить. На мэне то же самое происходит. Рабочий под ударом. Гуру везде теряет всем направлением. 150-7-200. Я думаю, здесь все ясно. В этой игре становится практически. Может, конечно, на люре попробовать будет Гуру что-то сделать. Но я думаю, здесь уже люра и ничего не сделают. Гуру просит скин убрать от сортов. Потому что непонятно. То ли они с закопкой, то ли они с закопкой. Вот. Роучи этим. А я думаю, Гуру бомбанет. Сейчас. Ё-моё. А, да. Вот так вот. Так, прошу гуру заинвайтить. Нет, сушок, ну ладно. Сушок, ну ладно. Так, сортов 1-0, ребят. Вторая карта у нас. Карта называется Blackpink. Так, рекламочку пилю еще раз, ребят. Уж давно там очень пилел. Так, ну то же самое. 17 хата Газпул. Пулы первые, никто не играет. Гуру, в принципе, ЗВЗ умеет играть. Ну, сортов. Сортов сегодня серьезно настроен, насколько я вижу. Ламба с ДНС там бьются, я надеюсь, что ДНС победит, потому что если победить Ламба, то ЗВЗ нас в финале ждет. И да, ДНС победил уже Ламба, отлично. ПВЗ хоть будет, а не ЗВЗ. ДНС спасает. Ну, ЗВЗ на глухой войска это стандартная история, абсолютно. Ну, как и время. Ну, как и время. Ну, как и время. Снимает с газа сортов рабочий, когда делалась скорость. Угуру уже третья пошла. Сортов чуть запоздал, но у него рабочих зато на 3 больше, я смотрю. Сейчас хату заколпну, на 2 стало больше. Что же такое здание строится, за это рабочие тратится, естественно. Так, ну что, инъекции идут. Тут хатки, качаются по чуть-чуть. Эволюши, ну гуру, ребят, 12 лингов, бейлинги делают, но это оборонительное больше. Мне кажется, что сортов подстроил тоже лингов 12 штучек и пытается нагрызть гуру третью базу. Ну тут уже бейны есть, все готово, чтобы отбиваться, в принципе, да, как бы не думаю, что получится продавить. Еще и гуру прикольное контрзабегание делает сортову тоже на третью. А здесь все две собаки, королева. Ну, право сортов понял, что не надо тут улынить. Отступил назад своими собачками, как бы, то есть у него есть чем встретить, получается, гуру здесь. Да, гуру пришел, все увидел. И, естественно, убежал лингами. Ну и продолжается масса экономики сейчас вообще. Голосовалки. Ну, я знаю, кто-нибудь пильнет из желтых, может, а рамчика нет, я так понимаю, некому пильнуть особо. Так, лейер попер. Так, лейер попер. Так, ну, что-то тут прям беготня идет небольшая такая. Гуру бегает, собачками разведывают, грубо говоря, здесь. Разводят сортову на бейлингов. Хоть чуть-чуть. Четвертую отменит хату, кстати говоря. Сорт-Офф эскейп не жмет, это ошибка была со стороны Сорт-Оффа. У него уже, кстати, лейер есть, он может плюс 2 скорость. Да, пошла плюс 2 скорость, у гуру этого не делается. На третий газ Сорт-Офф, наконец, добывать. Начал подстраивать, немножко дрончик. Еще гидроден пошел. И еще один эволюшн, кстати говоря. У гуру четвертый тоже ставится. Сорт-Офф пока. Четвертый, вот, заново, да, начал четвертый ставить. Здесь гуру просто забил на своих собак, отдал. Теперь как-то в этой игре, наоборот, у гуру, как в прошлой, у Сорт-Оффа было некоторое преимущество не слишком большое, но есть. Ну и, наоборот, Сорт-Офф делает с одного эволюшн, а гуру с двух. Значит, наоборот, Сорт-Офф с двух, а гуру с одного. Сейчас только второй подключился у него. Тоже броню он начал делать, но вроде как в прошлой игре Сорт-Оффа лимит в плюсе был. Здесь же, здесь же у гуру вот плюс есть, но колебания идут. То есть, то один плюс, то другой. Ну, у Сорт-Оффа микс совершенно другой. Посмотрите, у него здесь роучер-реводжеры голые без всего. А у Сорт-Оффа, между прочим, роучер-реводжеры гидра. А гидра вносит гигантский ДПС, конечно, в этом миксе. И дэмэджа она там дает очень много. То есть, надо аккуратненько быть. Так, гидра овера пока. Гуру куда-то ломанулся тут. Увидел гидральский, там у Сорт-Оффа есть, так понимаю. Опа, хорошая ПРБ, между прочим. Надо бы Сорт-Оффа увести своих оверов. У них скорость вообще-то есть. Чтоб так их отдавать нелепо. Ко-лимит у Сорт-Оффа уже плюс сейчас, кстати. Плюс 2 через несколько секунд. Ну, хотя здесь разница в 7-8 секунд атаки второй. Поэтому непринципиально, что у Сорт-Офф она будет там наявусь. Даже если 10 секунд взять, то это еще маленький отрезок, за который... Здесь только прямо во время боя это все не доделывается. Потому что, ну, если не так, то тогда, ну... Сложно тайминг ловить такой когда-то с плюсом по дрейду. Так, на Сорт-Оффе Сорт-Офф бой принимает. Здесь видят, что Гуру многовато. А у Сорт-Оффа там группа-то вообще сбоку уходит. Смотрите, Роучи Гидры. Растянул. Кто растянул по разным направлениям? Пытается Гуру все поймать здесь, Сорт-Оффу. Кстати, поймает. Часть поймает. Сорт-Офф уже отстреливается Гидрой. Начал биться. Смотрите, Сорт-Офф, что бой принял в итоге достаточно выгодно здесь. Хотя, как же Фаербула заходит жестко? Это, во-первых, у Сарес. Хватит ли здесь Роучи и Сорт-Оффа, чтобы они перед Гидрой затанчили? Хватает, по-моему, да? Или нет? А вот сзади еще Роучи, 146, 138. Там и там Гуру Багря Роучи строятся. Но у Гуру-то Люркер Дэн есть, должен быть уже он где-то. Вот он, Люркер Дэн. А Люра уже начинает морфиться, то есть... Здесь тяжело Сорт-Оффу будет, Сорт-Оффу Реводжеры будут. Да, но Люркер Дэна, я так понимаю, у него даже нет вообще. Сорт-Офф вторую броню в этот раз делает. Пошел сюда. Треть на камне пробить, чтобы быстрее-то ходить, наверное. Да, что Сорт-Оффа пытается сделать. Гуру по центру бегает. Но без Люры, без всего, не вижу смысла там вообще не пробить будет. 188, 161, лимит, и близкие очень забегание на четвертую идет со стороны Сорт-Оффа. Через центр идет Гуру, он сейчас тоже. На четвертую-то врывает... А-а-а, здесь Люра есть. Вот она, стой, здесь оказывается. Здесь Люра есть. Поэтому Сорт-Офф так себе здесь пришел. Но надо пойти Люру просто минуснуть сейчас, что Сорт-Оффа пытается сделать. И ведь смотрите как, развел ее вообще дэмэджи не получил практически. Смотрите как, четвертую базу сейчас минуснуть, попытаться даже Сорт-Оффа в данной ситуации. И в 5-минус на четвертую. Да, похоже успевает. Надо назад купить сразу вот этой группой. А там другую подтянуть вообще. Так, насколько он поддерживает все вроде? В общем-то, атаким. Тоже Люркер Дэн сейчас будет. У него есть пятая сверху на 12 часах. Кстати, здесь уже 3 плетки у Гуру есть. Поэтому слип Роуч и тупо Сорт-Офф это понимает, уходит. Не захотел сливать. Хотя лимит для Люры нужен. Вот сейчас Люркеры делаются и у Сорт-Оффа, и у Гуру. Тут уже позиционка будет решать, я не знаю. Надо заставить Сорт-Оффа в Гуру драться. И заставить драться его невыгодно как-то. Ну а как это сделать? Я хз. У Гуру тоже вторая броня доделается, как у Сорт-Оффа. Можно инфестейшн ресурсов дофига уже. Инфестейшн, хайп там 3-3 делать, начинать. Инфестейшн, наверное. Сейчас, добавилось у Рана 12. У Сорт-Оффа Гуру мимо проходит. У Ре. На муе, ой, сколько же бемоджа получил. Вообще жесть какая-то. Сорт-Офф заходит Гуру на вторую сюда базу. Без люркеров. Почему он это делает? Люркеры все на обороне остались. Почему? Понимаем, почему? Здесь надо сплетануться. Под люру не подставляться обязательно Сорт-Оффа. Иначе, бобо, бобо. Под люру пытаются не подставляться. Заходит в рампу по второй базе. Можно на мейн. Кстати, пройти на мейн. Давай, проходи. Проходит на мейн. Будет разводка на третьего. Одновременно тут часть роучей сзади, часть сверху. Уже не понимаем, что делать здесь. Ой, какие фаерболы прям в ядру заходят старские. 129-139, ребят. Люра идет в четвертой базе Гуру. Гуру все-таки подняться на рампу попытался. Поднялся вроде как. Но тут тоже не беспотеть дальше. Битва будет. Так, а куда Люра? На четвертую. Люра пошла. Сюда еще и прирост идет. Гуру свою вкопал в ответную Люру. Но 128 на 108 еще печально. Так, Леон. Вердос, конечно, играет и даже на Весге будет играть в финальном, потому что недавно европейский был. Чудом получилось ему пройти туда. Три наши СНГшники туда поедут. Но это уже в 18-м году, я-то понимаю, будет этот Весг. Ну а вообще, Вердос и никнейм Рейл сейчас. Не поменял, но что-то не понравилось мне. Старый никнейм. Ай, куда Люра в Люру? Что делает, СОРТОВ? Может, никто не объяснит? Пришел Люру просто просрался. Хотя здесь у Версера, у Гуру нет. Люра, СОРТОВУ, СПЕНА, халяву просто кромсает. Е-мое. Жесть. Жесть. Не один Люркер все здесь останет. Не один. Но они как-то расплечены у Гуру. 15 Гидралов, СОРТОВ, делал. У него 200 вообще. Так, ну СОРТОВ сейчас абсолютно верную политику ведет. Он в два направления хочет одновременно шатать. Потому что его больше лимита. И там Люркера есть, и все прочее. Люры все в одну кучу ломятся, чтобы максимальный СПС получить с них у них никакого нет вообще. Игра приостановлена. Да, блядь, СОРТОВ бомбит. Я же говорю, бомбила у него все-таки и тогда. Через паузу что-то ливает. Ну что? Ну что же. Ну а ну аль СОРТОВ. Ну а ноль СОРТОВ. И финал у нас сейчас будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 землю вообще бы по земле погибло и в СССР туда пошел, несмотря на брудлингов от брудбордов. Так, один колодц все-таки не ушел. Здесь батарейка потратила щиты, чтобы Архона перезарядить. Зато Архон заново живой такой полный. Архонов жучу много. Нужны сталкера обязательно, без сталкеров здесь не справиться будет. Так, там уж 3-1 грейдей. ДНС, в общем-то, засиделся и в итоге вы видите, что он отдает инициативу в этой игре. Ему надо было как-то активнее действовать, мне кажется, на более ранних стадиях. Когда он выходы эти делал и нормально их делать вообще. ДНС из какой страны? ДНС француз. А сортов швед. Швед с Францией у нас тут в финале встречается. Ё-моё, ну микс какой Архонов-то просто уже 10-9, еще 10-й морфик. 10 Архонов будет. Это очень сильно но чем больше брудов, тем бесполезнее Архоны. А 8 брудов это уже опасно. А 9 брудов, тем бесполезнее Архонов, тем бесполезнее Архонов. Ну, кстати, тут Каниксус на мейне, еще зассал там. Сортов каратор, вижу, ДНС не очень для ДНС расклад был какой-то. Так, брудинги вперед. Невраза пытается невралить Архонов. Здесь у нас ДНС у сортов. Агрессивный блин с Талкерами вперед. Микос, бруды, плюс гидра. И справляется сортов с обороной. В это время забегание опять идет на там, на дальнюю базу. Взрывается оборона стационарная. Нафиг, короче. Билков до варф тоже взрывается. Ну и все. Нету просто ресурсов, чтобы пробить здесь никаких. Даже здесь два гейта не включил, почему-то. ДНС сейчас. Так, опять на третье забегание. Здесь потомка есть, она прикрывается нормально. ДНС. Сколько сортов боится вперед пойти? Ведь у ДНС просто нету перспектив. И все. Микс такой, который, ну, сами понимаете, теперь он максимум сюда еще архонов-сталкеров нужно добавить. Можно добавить и все. Удивительно, как в ДНС уртов в этой игре как бы умудрился здесь выправить ситуацию. Мне кажется, что уже здесь все. Ну и последняя вот эта атака будет от ДНС и он напишет ГГ. Скорее всего. Да, блин, к агрессии вперед, брулдов слишком много, все занебрали, но. 1-0 сортовчик. Вторая карта нужна нам. Она будет сейчас. Это вторая карта. Надо собраться, ДНС. Мне кажется, что он здесь фаворит вообще как бы в этой игре. Вот так. Продолжение следует... 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 Такого не знаю. Так, два архуна, архуна хараскали. Такого не было. Так, делай-ка архуна на 3-ю базу, вот, ДНФ-триверс. Вейлингов много Арконы на призму Законтраливаются замечательно Но делки кончаются И все, тут пора прекращать Здесь есть плетка Здесь есть все, чтобы отбиться Но на мейн 8 делков Просто DNS приходит сейчас А это уже больно Это уже больно Оракул-то что улетел? Оракул с демозом урубленным Увел просто DNS Оракул этого Ты на там стайсная ловушка Это непонятно Отбился бы просто Оракулом через Аклик И все, на мейне 8 пробок минус Еле-еле здесь отбился в итоге Арконы продолжают Сахарас на арконах На третьей базе сейчас Опасно, конечно, в призму сажает их DNS Аркончиков, но Успевает Так, плюс 2 шторм тут Ну этот раз у DNS все лучше значительно выглядит, чем в твоей 55-68 барабан Понапрягал вначале неплохо Поразваливал призму живые Шторм плюс чарджа Архона здесь будет Плюс батареи Ну батарейки чёрта нет Не знаю, будут DNS какой-то выход делать Все надо, конечно Вверх рабочих отстроит Посидит Выйдет в люру, например Как бы И будет с ним тяжело драться Очень даже Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну чё-то сортов встал Типа призму достать Ну чё бегать-то здесь рядом Висит она там и висит Ну никак ты её не достанешь Хоть чего делать Гидролинга Бейлинга Выход от сортова идёт сейчас Ну часть гидры на мэне Бейлингов вообще нет Покатушек нет Поэтому смысла особого Наламываться и не видно здесь А у DNS А имморталы по 2 Плюс Архоны Стандартные имморталы Архоны Сортова, смотрите Телемита больше сейчас стало 9 бейнов делать Люркер Дэн пошёл То есть сейчас сортов может что? Сортов может как-то нормально Разменяться Подраться здесь Вот на центре Потом просто Оооо Какое забегание Прям жесть Здесь ни бейнов Ничего нету Подраться может Сортов Как бы Заморвить прям бою Люру И там уйти потом Ну прям Не знаю Бейны заходят на третью Это ошибка На третью заходят А здесь А здесь адепт в рамках Блять просто Вообще никуда Бейлинген Здесь Дилаты хорошо зашли Ну что Дилаты все Минус В это время Кто-то двух дронов Прижал Прибил ДНС уже Четвёртый Никс вообще Качается Плюс 3 Имморфлые Все дела Там Так Началось какое-то Стояние Нереальное 3 гита добавляют Сколько уже есть У ДНС А уже 10 Есть и 3 Добавляют 13 гит Очень много Но 4 Нет Что-то могут Можно прокормить Да Как бы Другой стороны Делается Влинг Боится Явно Этих Грудов Здесь ДНС Найти вперёд Сталкеров Можно в процессе Выхода Доварпить Их не сливать Не надо Ничего с ними делать А здесь Люркеров Хорошая такая пачка У Сорт Оха Кстати говоря Так На центре Тут чейнлинги Видит их Интересно ДНС Да Сейчас увидит Надо их убить Билл чейнлингов Так Старгейты Флитбейкон То есть Переход в Карреров Я так понимаю Вот Зергу Надо понимать Что Прот Сможет Просто Сейчас Отсидеться А выйти Да В воздух Как бы И Ему надо Что-то делать Сейчас С люкерами Зергу Зергу Так Гидролинги Пришли Там Всё Отогнали Призму Выбил Сорт Ох Нашёл ДНС Там Мазершипы Пошли Сейчас Всё там Строится Девять часов И чё Сорт Ох Делает А как он Побеждать Собрался Ох Как Сорт Ох Решил ДНС Подловить Вы посмотрите Давай Поехать Какой Сплэш Просто Жесть Вы посмотрите Как здесь Всё упало Минус Все Имморталы Сразу Архоны Тоже Огребли 130 Лимитов ДНС Сразу Становит Архоны Домой Ушли Три штуки Надо Выход Сразу Делать 190 На 130 Чё Сидеть Не успеет Протс Моментально Просто Лимит Взять Из Ниоткуда Если Сейчас Выиграет Сорт Ох Благодаря Этому У ДНС Бомбануть Ведь может Пердачочек Не ДНС Он хоть И не Супер Бомбежник У него Бывает Маленько Такое Уже Не так Давно Тащить Начало От себе Мнение Прям Высокого Очень Так Рюраф Бок Идет Сюда По Второй Базе Надо Гидрой Подходить И поддерживать Эту Леру Всё Копать Ну По крайней Мере Что точно Можешь Сказать Обяз Что Сорт Ох Клам Сбил Кланы Все ДНС По Выходу В карлеров И Сейчас Он отсёк От второй Базы Всё Надо Ооо Ребята Всё Штормовики Минус Там Коля И по Арконом Прилетают А Минус И Морт Похоже На 2.0 Здесь Очень Сильно Ребят Ну Как По царски Стоп Люра Вообще Блин Как Она Зашла Круто Пошёл ДНС Вперёд На Люру Прикрой Ты С уртов Люркеров Своих Развернись Ты Балдец Прикрыл Люркеров Идёт Дальше Гидры Очень Много Вижена Та Нету Куда Ты Лезешь Та Вижена Нету Тебя Гидра Клан Дамаженная Дотекание Линги Плюс Гидралы Новые Дуд Здесь Дил Это Вдовар Ёма Сорт Умудрился Просрать Эту Игру Вдоги Ёма Не Просрать Точнее Отдать Всё Преимущество А это В ГГ Практически Ребят Здесь Две Базы Добываются Здесь Мазершип Здесь Грыды Здесь Три Карера Заказано То есть Вместо Того Чтоб Люркеров Здесь Прикрыть Он Он Против Зелков Контроливал Видели Здесь Забегание Было Зелков И Это Зарешало В итоге Опять Люра Заказано Кстати С Люрой Опять Наломиться Это Милое Дело Я вам Скажу Честно Потому Сейчас Люру Нечем Контрить Просу Особо Отсечь Базу Четвёртую Например Минус Нуть А Карера Эти С одной Атакой Хотя Здесь Тоже Одна Атака Рейнжовая Опять Пришёл Опять Пришёл Дезуверсира По-царски Здесь Прилетел Он Быстро 115 101 Лимиты У нас Карера Ещё Не Готов Не Первый Вышел Смотрите Но Один Карер Не Зарешает Ничего Не Зарешает Падает Некс Пилонов Всё Меньше И Меньше Здесь Добыча Началась На Новой Базе У Сор Тофа Всё Некс Упал Там Даже Не Стал Гипи Пытаться Отключать Сор Тофа ДНС Вкапывается Люра В итоге Надо Гидры Сюда Больше Вести 13 Строются Гидралов Это Реально Много Падает Роба Некс Пока Живёт Ближе Ещё Сор Подошёл Интерцепторы Сбиваются Но Если Некс Погинет Я думаю Что ДНС Будет Крайне Сложно Вытянуть По макро Потому Что У него Добычи Никакой Нет Вообще Можно Выкопаться Да В центр Сместиться Попытаться Ещё Гидрак Сперёд Вперёд Идёт 150 На Су Тринанс По Лимитам Очень Интересно Что Интересно Что Сурцов Под Грайдами Порезит Грайдов Вообще Не делает Данный Момент ДГ Пишет ДНС Гидрак Достаточно Чтобы Интерцепторов Убить Как-то Так Тринанс Тринанс Ну что, третья карта нам нужна, пацаны. Опа, Адриано на хвосте. Опа, Адриано на хвосте. Адриано на хвосте. Так, ну что, царскую игру взял с орков предыдущую с холдом люркеров. Так, вы видели сами всё. Ну и битва на променаде у нас, третья карта, погнали. Ну что тут это нам битва на этом променаде принесёт, я не знаю, честно. Адриано на хвосте. Адриано на хвосте. Адриано на хвосте. Адриано на хвосте. Ну что, ребят, на этой карте просто что предпочитают у нас? Они предпочитают играть через золото вообще. Ну, раньше не понимали силу люры просто. Плюс изменили баланс целом и её сейчас стали применять чаще. Раньше люру не понимали, как её применить. А, ну раньше, а, дестабилизаторов изменили, они по-другому сейчас работают. Хотя против люры они тоже работают на самом деле. Адриано на хвосте. Но, здесь может что ещё? Подрешать очень сильно. Здесь может Нидус на золото завершать. Смотрите, как база друг от друга далеко. Так, два адепта на мейн пробраться умудрились. Ну как, а чё им умудряться? Они просто переборснулись сюда и всё. Одного сразу же сорток убивает. Второго тоже убивает. Молодец. Но нужно Оракула встретить. Грамотно Роуч Ворон заказан. На Оракуле лучше не затерпеть. Главное не затерпеть. Будет Нидус-то заказан. У меня не вижу смысла ныкать там где-то Нидус. Прям вообще, прям пойми где. Вот здесь на второй заказывает. Да и не по всему, короче. Заказывает Нидус тортов. ДНС-то прекрасно понимает, что за здание вообще там должно быть. Он к Нидусу не готовится вообще. Единственное, при этом всём, что сам меня удивляет больше всего. Но тут и Роуч пока нет у Зерга. С другой стороны. Сейчас пару Роучи надо заказать. А личинок нет. Чё делает вообще сорток? Не пойму. Четыре Овера. Отпустили Соплай Блок. Первый Роуч заказан. Куда те четыре Товера? Нахера они нужны вообще? Какие-то спорки ставят. Он сейчас прослёт игру в тупую просто эту. И всё. Нидус летает. На, пилить Нидус уже. Емое. Куда-то. Пошёл Нидус прям за рабочих на мэне. Роучи Королевы туда садятся. Королеву первыми бы выкинуть. Не помешало бы на самом деле. Иначе Трансьюзы не пройдут срочно. Трансьюз проходит. Где Роучи? Выходит и Роучи сюда. Нужно ещё сразу же Нидусу. Ещё нужно кидать. Кидает сразу. Нидус не кидает. Сорток. Есть же 100-100. Пошёл Нидус ещё один. Ой, как батарейка против Оракулы-то решает, а? Это 1-1, походу, ребят. Ну, потому что ведёшь 2-0. Зачем конченую криньку и поиграть? Ещё и так исполнять. Нелепо. Выстрел ДНК Нидус. Ищем ДГ. Выходим. Это называется так. Ну, сортов пока не сдаётся. Ну, тут чашка ДНС поставит. А то, что здесь золото, 2-2 базы. Куда там? Лучше быстрее следующую игру начать. Я в этом уверен. Это будет быстрее и разумнее просто. Так, уже в 8 часов, что-то было выставить меня. А, ну, хотя ещё в 4-х. Нет, часов, оно ж не в 3, оно в 4 начинается сейчас. Вот в чём дело. Ну, я не знаю, что здесь ДНС удать. Ему вообще не надо ничего здесь удать. Ему надо пойти и убить, попытаться. Что там есть? Туртов по 1-сру. 11 лингов, 2 королевы. Тут просто, блин, армия уже, которая растопщит всех этих зерговских юнитов в хлам. Так, где зилы-то, сталкеры идут за роучки. Так, чё 3 роучки? Ну, как-то всё дальше пошло. Ещё один Нидус. Пытается с ортов расшатать ДНС-ку, смотрите здесь. Сел сюда и всюду сейчас выпрыгнет. А чё, пилон сейчас минуснуть, бит и отключится, нормально. Роучи на скорости, между прочим. Ещё сразу же Нидус на мейн пошёл. Телепортировался сюда у нас ДНС. А с ортов-то иммортал выпилил раз. А с ортов-то иммортал выпилил два. Роучей достаточно много. Сталкеров начинают с ортов выпиливать. Но на мейне архона, правда, два есть. Но всё сюда, всё сюда надо высаживать скорее. Так, иммортал ещё один живой. Присутствует. Как бы он больно роучем делает. Иммортал это вообще дефект. Собаки плюс роучи там дерутся против сталкера-адепта. Туда-сюда всё бегает. Как будто там архоны полетели уже в атаку. ДНС в атаку полетел. Есть третий Некстус, но он вообще не работает, этот Некстус третий. Вот чём прикол. Блин, с газа-то пробок бы сбрил бы хоть. С ортов-то, чё он творит-то. С газа пробок не сбривает. Зато у них тут бревает. Зато здесь два архона прилетело, плюс сделки до варп идёт. Ещё один Нидус очередной. Сорт-топ выпиливает. Нужно... Так, здесь роучи на муи, прям на мейнту бегут. Так, высадили здесь роучи отбиваться. Сорт-топ-то тут ещё, блин. И подрешать может. Так, надо сюда. Чё-то королева одна единственная пришла. Такая, ну что это такое, подумал я. А это какая-то чушь. ДНС там пробивает проходы, лимита больше ДНС. Роучи вышли вниз, здесь сорт-топ-сам. Так. Сорт-топ-сам что-то разваливается, непонятно. Здесь всё заблочено, такой бред вообще. Здесь батарейки очень сильно в роучном помогали жить, но это не спасло 13 уже рабочих. ДНС только-только сейчас среагировал на это всё дело. Надо убежать от имморталов. Не надо роучи сливать на имак. Они вообще с пары ударов их убьют и всё. Надо уйти вниз, где золото, да, это чё-то вот стоит. В гидре скорость пошла у сортофа. Рабочих больше у сортофа. Если он продержится хоть сколько-то времени, выйдет в гидру, я думаю, у него есть шанс здесь на успешный исход, как бы, в этой встрече, в этой игре. Надеюсь, можно в нидус сесть и вообще не париться, как бы. Так, делки чё-то купят. Сядь ты в нидус, не отдавай ты рачей. Они хоть и дэмэджные, но пригодятся. Так, здесь нидус готов. Не надо, знаете, его тоже. Чё-то много сортов на нидусы тратить сейчас ресурсов. Ну, не надо так делать. Так много ресов на нидусы тратить. 84-81. Непонятно, почему сортов сразу так не стал разводить, если честно. Вот, я попытался прям в тупую сделать нидус какой-то мёртвой. Так, здесь до варп идёт. Сортов видят, что ДНС тут на него нападать собрался. Надо свалить отсюда. Квадо там. Ё-моё. Гидре скорость. Скорость ещё не готова. Гидролам. Надо свалить на крипт. Уходят сортов на крипт. Кайтить пытается роучи вот этих зилотов архонов. Здесь очень мало зерга, а здесь 5 архонов и зилки, и 2 му... Ой, о моё, 3 иммортла. Нет, здесь похоже, что ДНС. Хотя, хотя, я не знаю. Были бэйны, были пшанцы. Без бэйна, по-моему, шансов нет практически здесь. У зерга зил это слишком плотные. Слишком они танкуют. Сзади архоны ещё более плотные идут. Вынужден дронов брать сортов, чтобы побиться. ДНС алимита, кстати, всё меньше и меньше, самое удивительное. Ну и чё-то не хватает здесь. Не хватает. Зерга немножечко армия. Не, ну как немножечко даже, я бы сказал, не немножечко. У него уже меньше лимита. Карту ДНС берёт. Или ещё нет, до конца гейминг абсолютно идёт. Да нет, вот эти юниты, они слишком жирные. Их вообще-то собаки в контрзабили. О, рабочих-то не оставили. Чё себе, блин, гг-пистертов. Ещё чуть-чуть и вытащил бы, может быть, даже бы он. Это всё. Но я сейчас вам рассказывал. П能看. О, рабочих-то не обслуживали. Всё. Благодаря! Сочин come. Всё. 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 Продолжение следует... 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 Так, бейны делают Покатушек нет Но это улыновый врыв со стороны Сортофа ДНС этот врыв прекрасный У-у-у, тут шторм, ребята Похоже, что вот сейчас фроц отобьётся, а если он отобьётся То 2-2 будет уже Тут я не вижу, каким образом Бейлинги без покатушек Могут доползти до Родства, у которого шторм есть Четвертый-то ДНС убреет 100% Бейны вперед Че он шторм-то не кидает? Пошел, но бейлинги до зелков Как-то докатились Как они там докатились? Здесь пилоны минусуют По гидре штормом получает Поливает нормально Собак строится Начинает выпиливать Батарейки по чуть-чуть ДНС ДНС не хочет, чтобы ему батарейки Выделил Блин, были покатушки Было попроще, конечно, покатушить Нет? Уже королева здесь пришла Нелепый какой-то выход Так, все, батарейки кончают Гидра сплитится По возможности от шторма Один шторм, все, остался Бейны не доходят Но один шторм это много Понимаете, в чем дело? Когда бейны у тебя без мува Один шторм, он нормально заходит Десять гидралисков делается Но их где-то вдали там находятся То есть до сортов улынил Меньше рабочих, чем у ДНС Я думаю, он сейчас попытается Еще раз покушать И поймем, что без шансов Далее он Ну, здесь уже тяжело, тяжело Здесь уже что-то сделать будет Если ДНС выход сейчас бы сделал Пусть призму он бы сразу победил бы Гидралиск делал он Делком здесь Рамсид позвал двух Маленьких подкреплений себе собак И отбил Делка в итоге Ну, коготь заказан Ну, покатух так и не делается Например, у сортов Это очевидно Что опять какой-то врыв у нас Планируется, очевидно Вот, а сортов Челдон Почему? Ходит без оверсира Вот опс висит Он все видит прекрасно Откуда он заходит Что делает? Видите, зерги Блин, если такую играете Любую тему Гидра есть Оверсирс не должен ходить И скорость овера Надо всегда делать Потому что все эти опсерверы Будут убивать Можно будет позицию менять Постоянно Сюда Здесь убил опса Сюда не пошел Он сюда зашел Отсюда Или здесь бы оверов заморфил Дропнул на мейн Например, как бы И Будет лучше значительно А то тут все видит Блин ДНС Что сортов делает Семьдесят две пробки Ну, ДНС Сам теперь встал Стоит Что-то ждет Не знаю, что Тут коготь у нас будет Дроп-овер Где-то сверху Да, вот здесь На дропнуться Беллинг Здесь феникс Есть на патруле Куда-то там что дропнешься По катушке Не готово Но Сортов идет вперед А куда он хочет Сюда в рамку Прийти Я еще не понимаю Похоже, что да Так Упили лархона Сортову ДНС Чуть-то он Чисто в бейнах Здесь, ребята Стал играть Почему-то Не понимаю, почему Сейчас беллинги Заходят сюда И прям под апсервером Ну, е-мое Прям под апсервером Катаются Беллинги Черт-то вы Взрываются Зивуты На нескольких Гонг Здесь штормы Проходят Адовую Сортову Объясняет ДНС Что не надо Так нагло Действовать Бейнах Вперед Этгул Без шанс Зайти Там еще и морфу Пачка Нереально Капит Штормовики Все живы Динда Браться Не получилось Ну, это ДГ Ребята 2-2 Да, это 2-2 Ну, что ж Ждем пятую карту ДНС Камбай Не согласен ДНС был 2-0 Совсем Что-то И Ну, посмотрим Посмотрим ДНС ДНС Так Ниже Пока Хостые ДНС ДНС Вот Он Пост Прейг ДНС Продолжение следует... 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 Ну вот так, сортов, кстати, золото занял, и сейчас по рабочим-то он опять обгонит ДНС, ну, блин, ну, здесь тоже золото, здесь стеночки, здесь гейтов уже 8, плюс 2, 10 будет, сейчас еще гейтов, а, плюс 4, 12 будет гейтов, фотонки тут, видите, ставятся как бы для надежности, правда, на дропы-то они не спасут особо. А дропы-то они особо не спасут, ребят. Так, еще 3 гейта, куда еще там, 12 есть, еще 3, 15 уже гейтов будет, ну, хотя 15 гейтов, это, знаете, 30 лимита варпов, зелков, допустим, за раз, то есть сейчас будет лимит нормальный, можно будет хорошо ухарасить там эти ДНС, то есть золотоархонов просто варпить, там такие пачки будут просто выбегать нереальные. Если бейных не будет, такой природ вообще зарешают, очень хорошо. Так, выход будет, должен быть выход, сейчас 2 МОРФ еще достроится. Сталкеры без блинка, надо их отсюда, а, не так, на обороне здесь уже находятся эти сталкеры получаются. Здесь, вот здесь проход есть, я смотрю, как раз сюда хочет ДНС, ой, этот, сортов заползли, походу дело. Ну, они без покатух, поэтому я не знаю, как он собирается заползать. Так, здесь странная, как-то отдача зелок была. Гидролинги все выпилили, 180 лимита, вот, поползли, бейные, ребят, здесь все на халде стоит, по-моему. Она, вроде, на халде стоит, конечно. Так, бейные мимо фотонов-то прошли, но пробки-то 2 всего погибло. Так, зелки в тылу погибают. Призма в районе мейна, здесь 4 гейта, короче, но она стоит, не вылетит, не может пока никуда. Надо выйти сюда, просто попытаться поймать. Смотрите, сортов что-то встал, непонятно чего, блин, он здесь встал. А ДНС-то тут рядом уже ходит, бродит. Так, Архон и Дилки-бой принимает, ДНС-то штормовичков забыл здесь, ну, то есть подождать. И они сзади шли, не успели, короче, подойти просто сюда. Чё-то походил, опять ДНС-то ушёл, чё он ходит-то, я не понимаю, туда-сюда. Лимита 200 фактически. Чё ходить вообще? А, стенку плотную сделал, здесь вот чё собаки тупят. Так, ещё 2 Архона, всё, начинается, так сказать, шевеление опять от ДНС-то. Сверху тут Дилки зашли. Вот я понимаю, какой смысл в этих забеганиях, если основная армия стоит вообще, просто, ничего не делает. ДНС считает, что где-то Зерк будет бегать по карте и... Даст прийти делкам и убить, всё что, нет, конечно. Ну, сейчас выход из Дилки, вот это да. Сейчас они сюда прибегут и рабочим там не поздоровятся, скорее всего. Зато на третью ДНС-то тут Бэйны зашли. На четвёртую, точнее, на третью докатятся тоже, кстати говоря, в лёгкую. ДАВАРТ просто идёт, не слабый такой у ДНС-ки, ребят. 168-129, как я и говорил, в таких боях ДАВАРТ такой очень будет решать, сильно, ротарабайт. Ну и... 3-2, ДНС-0-2 проигрывал, сортов 3-2 развалил. А вот и 5 Зилков, я же говорю, с выходом это совершенно другой эффект будет. Армия-то вся здесь была. Зилки пришли, всё там запальтушили. В 10-14 веков варпят просто 1500 газ сразу. Вот, да, по 5 архонов в миксе здесь. Неплохо так. Можно сложиться и вперёд идти, как бы на призму что-то варпануть ещё. Можно уже... Такой микс можно и сталкеров варпить, да, они дороже там, чем Зилки, но они зато издалека стреляют, да, дэмэдж наносит хороший сейчас. Идёт ДНС-2. Ну всё, варпы, гг, пищу, сортов. 3-2, ребята, 3-2. Вот, ну что, буду закругляться, с вами буду прощаться. Всех за внимание благодарю, ребят. Поддерживайте меня и мой канал по возможности. Всем громадное спасибо, кто так делает. У нас что? У нас завтра будет варди викли плей-офф. Зест Импакт, Старс Гумиху, Хиро Кин и Нерчу Иналейшн. Такие пары, не знаю, до конца завтра весь будет, или только 4 этих пары. Скорее всего, только 4 пары. Вот. Короче, приходите, ребят. А может и до конца. Короче, приходите и не пожалеете. Я думаю, никнеймы вы слышали, как бы, и сами понимаете, что... Все, обвое. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Запись выложу завтра. Все выложу. Записи все. Группу ВКонтакте там и на Гудгейм. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok